А в старейшем Ленинском районе нашего города в День знаний трель школьного звонка прозвенела для почти 13 тысяч учеников. 1413 любознательных первоклашек с этого момента начнут здесь свой долгий путь длиной в 11 лет по дороге знаний. Я сегодня иду в первый класс и я всех хочу поблагодарить, что пришли. Я, я Валерия Викторовна, я первокласска и я горжусь тем, что я иду в первый класс. Я иду в первый класс и хочу научиться, и хочу найти друзей. Я хочу пожелать всем родителям, чтобы они гордились нами. Успехи учеников – гордость не только их родителей, но и всего нашего города. Озер на добра, знаний и любви к родине посеют в душах ребят талантливые профессионалы-преподаватели. Терпение, плодотворное сотрудничество и интересное учебу пожелал собравшимся на торжественной линейке в 27-й средней школе глава администрации Ленинского района Александр Власовец. Система образования Ленинского района абсолютно готова к новому учебному году. Мы достойно закончили прошлый учебный год. 57 медалистов в Ленинском районе, 56 ребят были победителями разных этапов Олимпиад, в том числе 9 республиканского этапа Олимпиад. Отмечая День знаний, мы не просто отмечаем этот праздник, мы чтим труд наших учителей, мы чтим труд наших детей, родителей и этим самым показываем приоритет нашего образования. В средней школе номер 27 уделяется особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию детей. И новый учебный год станет новым витком в развитии этого направления. В этом году, в год исторической памяти, на базе школы открыт 5-й военно-патриотический класс. Открыт он был в связи с тем, что у нас очень создана хорошая база. У нас располагается районный центр допризывной и медицинской подготовки. И это способствует тому, чтобы ребята четко могли заниматься строевой подготовкой, стрельбой, общей физической подготовкой. И я надеюсь, что в будущем, когда этот класс будет выпускным, многие ребята выберут профессию военного профиля. 28 пятиклашек прошли строгий отбор по успеваемости и дисциплине, чтобы поступить в первой школе военно-патриотический класс. Преподаватели не сомневаются, что именно эти ребята станут примером для всех остальных школьников. Мы хотим воспитать, в первую очередь, хороших людей, которые любят свою родину, ответственно относятся к своим поступкам, к своему выбору, чтобы они были в дальнейшем гордостью нашей страны. Безусловно, немало тех, кем можно будет гордиться, и среди учеников 11-го выпускного класса. Перед каждым из них сейчас стоит нелегкий выбор и максимальная планка по успеваемости. Такое волнение перед поступлением, сдачей экзамена, нужно потянуть аттестат, чтобы поступить, определиться с профессией. 11-й класс – это уже конец какого-то пути и начало обязательно чего-то нового. И, конечно, не надо расслабляться, но и надо как-то прочувствовать это. Школьные годы, лучшие друзья и любимые учителя, каким бы сложным иногда ни казалось это время, оно обязательно оставит в душе свои особенные светлые и добрые воспоминания, которые каждый бережно отложит в фотоальбом своей памяти.